Программа о том, как сделать жизнь комфортной, а сферу ЖКХ понятной и доступной. Вы смотрите «Ты собственник» в студии Александра Гришаков. Здравствуйте! Зона ответственности. Приходите и говорите, меня интересует, покажите мне журнал показаний приборов в учет. Сколько времени дается управляющей компании, чтобы отреагировать на жалобу? Каждая третья жалоба в Роспотребнадзор касается качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Но зачастую в проблемах дома виноваты не только управляющие компании. В одном из тюменских общежитий мой коллега Никита Белов нашел трубы, которые никто не обслуживает. Откуда взялись бесхозные сети и как обязать компанию заботиться о них, расскажем в сюжете. Для жителей 11-го дома по улице Тульской подобные декорации уже стали чем-то обычным. Стены в трещинах, и того и гляди, обвалятся на голову. Все в подтеках, и появление плесени здесь всего лишь вопрос времени. Сами жильцы обвиняют во всем управляющую компанию, которая, по их словам, ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество. Постоянно отключают воду. У них, если там покапало, все отключают. Не спрашивают. Град претензий подкрепляется наглядными примерами. Достаточно только взглянуть на коридор, чтобы понять, здесь никогда не делали капитальный ремонт. Однажды был косметический, но до коридоров так и не дошли. Остяжку нам делали после того, что у нас был обвал в 90-м году. Вон они все торчат. Пожалуйста, нас передают. Тут квитанции не забывают нам присылать. У нас стандартные комнаты у всех, 18 квадратов. Ну, то, что еще сколько людей проживает. У нас по пять. Я одна живу, я 3 тысячи. Две 940 плачу. За что? Управляющие компании тем временем утверждают, что претензии не обоснованы. Оказывается, при инвентаризации дома коридоры оставили в собственности жильцов, и коммунальщики никакого отношения к ним не имеют. А жильцы, которые не знают даже своих прав, нарушают и чужие. Ведь провели множество незаконных врезок и воруют воду. На сегодняшний день ведется демонтаж этих врезок, потому что они незаконные. Разрешения суда, проекта на эти врезки нет. Проведены они ненадлежащим образом. Соответственно, то есть они все бегут и люди друг друга топят. Нам приходится такие врезки включать и демонтировать. Растет недовольство людей. То есть люди начинают жаловаться, ругаться, говорить о том, что ничего не делается, не происходит. Выход из ситуации один. Нужно провести собрание собственников и передать коридоры в зону ответственности управляющей компанией. А потом принять решение о капитальном ремонте. Видите, надо умного человека, чтобы подсказал хотя бы толково, что как делать. Все будем собирать собрание, будем это все выносить в управляющую компанию, конечно. Будем решать вот эти вопросы. Как выяснилось, нет жалоб от жильцов 11-го дома и в жилищной инспекции. Поступление хотя бы одной уже является причиной для проверки. И такие случаи не единичные, ведь если не пользоваться своими правами, то ничего не сдвинется с мертвой точки. Обо всех проблемах с домом нужно немедленно сообщать обслуживающей организации. Вы ее для того и наняли, чтобы жилье содержало. Но когда она должна отреагировать на обращение? Теперь для этого есть четкие сроки. Например, ответить на ваш звонок диспетчер УК или ТСЖ обязан в течение пяти минут. Если трубку не взяли, тогда должен включиться автоответчик, и вы можете оставить сообщение о проблеме. После этого у диспетчера будет 10 минут, чтобы перезвонить. Если произошла авария внутри дома, на стояках отопления или воды, то отключить систему должны в течение получаса, чтобы вас элементарно не смыло. А вот на ремонт сетей жилищникам дается три дня. Одно только но. Нормативы вступают в силу с 1 марта 2019 года. Однако уже сейчас действуют новые правила по предоставлению информации. Запрос от собственника управляющая компания должна обработать в течение 10 дней. Если вы не собственник, но проживаете в этом доме, сроки те же. А вот сторонним организациям или лицам, не имеющим отношения к жилью, юристы УК могут готовить ответ целый месяц. Знакомиться с показаниями, то есть не дать вам письменную информацию, а ознакомить вообще должны в течение рабочего дня, в который вы обратились. То есть вы приходите и говорите, меня интересует, покажите мне журнал показаний приборов учета. Что-то я сомневаюсь, что вот вы в квитанции мне из-за того объема выставили-то плату. Все, они вам должны тут же журнальчик-то показать с показаниями приборов учета. А если вы уже просите письменную информацию, то вот три дня дается. Знайте свои права и не забывайте об обязанностях. Вопросы и комментарии оставляйте в нашей группе ВКонтакте. А я прощаюсь. Берегите себя.